Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Проблемы, жалобы и просьбы. В субботу на прямую телефонную линию в Лиде поступили 16 обращений. Техника работает весь световой день. В Лицком районе в разгаре сев ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур. Погода стоит хорошая. Я надеюсь, что весеннюю посевную кампанию мы закончим срок. Лечение в Беларуси дало результат, однако борьба за жизнь 4-летней лечанки Полина Мельченко продолжается. Лицкое телерадиообъединение 20 апреля организует благотворительный телемарафон. Самый весомый комплект наград у Литчан. 31 медаль завоевали наши земляки на открытом первенстве Гродненской с дюшорбов и СО «Динамо» по тяжелой атлетике на призы Гродненской региональной таможни. Это первенство проходит уже восьмой год, так что все дети готовятся. Это был анонс, а сейчас подробности. На прямую телефонную линию, которую в субботу в Лиде провел первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Климук, обратились 16 жителей нашего региона. Несколько вопросов касались благоустройства территории. Литчане просили изменить переулок Железнодорожный, стадион в Южном городке, привести в надлежащее состояние переулок Пушкино, навести порядок на пустыре между зданием Лицкого лесхоза и магазином Техмаш. Поднималась во время прямой телефонной линии тема состояния дорог. Гравийные требуют подсыпки и профилирования и в городе, и на селе. Также речь шла и о ямочном ремонте улиц с асфальтным покрытием. Жители улицы 2-й Круповской и переулка Молодежный жаловались на отсутствие уличного освещения. Одна из жительниц дома номер 3 по улице Железнодорожной на низкую температуру в квартире в связи с отключением отопления. Было обращение и по поводу отсутствия расписания движения автобусов на остановке в деревне Огородники Гончарского сельсовета. Прямые телефонные линии в Беларуси будут работать и в субботу на этой неделе. В Лидии ее проведет заместитель председателя райисполкома Виталий Невера. Обращения будут приниматься по номеру 52-42-43 с 9 до 12 часов. К другим темам. Почти 5,5 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых или 50% от плана, посеяно в Лицком районе на сегодня. В совхозе Лицке и Песковцах уже засели более 60% площадей. А в филиале Детва, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт свыше 70%. Вместе с тем есть в регионе и хозяйство, где эта цифра ниже среднерайонной. Ну и там аграрии планируют справиться с севом ранних яровых своевременно. С утра до вечера и без выходных. В таком темпе вот уже третью неделю работают аграрии сельхозпредприятия Белица Агра. Вместе с тем с севом ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в этом хозяйстве справились пока лишь на 33%. Хотя выполнение общего плана ярового сева сейчас на уровне среднерайонного – 27%. Весеннюю посевную кампанию мы начали с 25 марта. На сегодняшний день посеяно порядка 200 гектаров са и по 190 гектаров ячменя и пшеницы. Удобрениями мы обеспечены полностью, семенами тоже. Погода стоит хорошая. Я надеюсь, что весеннюю посевную кампанию мы закончим срок. Под яровой сев в хозяйстве Белица Агра в этом году отведено порядка 2800 гектаров, что на 500 гектаров больше, чем год назад. 2010 гектаров займут ранние зерновые и зернобобовые. Еще на 675 будут выращивать кукурузу, гречи, хупроса и однолетние травы. И на 100 – яровой рапс. В этом году у нас площади ярового сева увеличились за счет того, что увеличили зерновую группу за счет однолетних трав, уменьшили площади однолетних. Поэтому ответственность еще больше. Работники хозяйства Белица Агра за день сеют порядка 70 гектаров. Чтобы уложиться в аграрные сроки, механизаторам надо ускорить темпы посевной. С этой целью вчера количество техники в полях было увеличено. На подмогу дополнительно вышли почвообрабатывающий и посевной агрегаты, и культиватор. 2010 год участвует в весенних полевых работах Александр Турлюк. Сидеть сложа руки, говорит механизатор, некогда. Отдохнешь часок, а потеряешь тонны урожая. Да и в том, что весенний день год кормит, Александр тоже давно убедился. Приходим на работу, стараемся по-быстрому обслужить. И стараемся, чем раньше выехать в поле, чтобы больше сработать. Вечером стараемся, чем позднее приехать, чтобы больше посеять, чтобы больше успеть. Когда дождь сидит, стараюсь, чтобы ослужить, пересмотреть, что-то, что-то, может что-то поломан, может что-то подделать надо. Отвлекаться на ремонт техники во время посевной нет времени. О ее исправности нужно было заботиться заранее, считает Александр Турлюк. Поэтому свой трактор он подлечил зимой. Трактор получил в мае прошлого года. Получается, эта посевная уже вторая. Осеннюю отработала, весеннюю. Это работа на Лицкой, на нашем тракторе, на 30-22 с Лицким посевным. А на этом первый раз, уже первая посевная. Была сломана чуть-чуть, ремонтировали, перебирали. И своими силами что-то привозили, чтобы выйти вовремя в поле, чтобы закончить вовремя посевную и качественно посеять. Посевная в Лицком районе набирает обороты. В ближайшее время аграрии региона надеются завершить сев ранних яровых зерновых и зернобобовых. В хозяйствах уже приступили к севу сахарной свеклы. Затем придет время кукурузы, гречи, хипроса и картофеля. Отключать горячую воду в Лиде поэтапно в разных микрорайонах начнут с 10 мая. Первыми в этом году неудобства ощутят жители северного городка. Отключение горячего водоснабжения происходит ежегодно весной и летом в связи с ремонтом и заменой тепловых сетей. Завершить работы специалисты Лицких тепловых сетей планируют во второй половине августа. 20 апреля Лицкое телерадиообъединение организует благотворительный телемарафон по сбору средств на лечение за рубежом 4-летней лечанки Полины Амельченко. Мероприятие состоится во Дворце культуры. Прямую его трансляцию можно будет увидеть на нашем канале. Начало в 19 часов. Стоимость билета 18 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение Полины Амельченко. Полина уже почти год борется с болезнью. У нее нейробластома четвертой степени. Белорусские врачи сделали все от них зависящее. Теперь девочке необходимо дорогостоящее лечение за рубежом. Сейчас Полина восстанавливается после трансплантации костного мозга. Сложной медицинской процедуры, применяющейся при прогрессирующих течениях онкологических заболеваний. Операция, по словам врачей, дала хороший результат. Но хотя кризис миновал, борьба за жизнь девочки продолжается. Мы прошли трансплантацию. Хорошо, что все хорошо закончилось. Мы ее хорошо перенесли. Полинушка там была одна. Она у нас умничка. Все, она выдержала. Правда? Ну, конечно, было страшно. Первоначально тяжело. Там как только клеточки подсадили. Анализы падают. У нас был резкий набор веса. Очень мы волновались, переживали. Но потом доктор нам объяснил, что блокируется все антибиотиками. И все хорошо, удачно прошло. Вот. Нас выписали. Мы сначала были на дневном стационаре. Вот. Наблюдались. Плохо кушали. Практически ничего. А постепенно, постепенно вот она уже начинала кушать. Вот. И у нас сейчас идет поддерживающая химиотерапия прокутаном. Для родителей Полины болезнь дочери была неожиданностью. Девочка заболела в мае прошлого года. В онкологическом центре в Боровлянах ей была удалена опухоль. За 10 месяцев Полина прошла 7 блоков химиотерапии. Перенесла многочисленные болезненные процедуры и анализы. Эмай-Биджи терапии йодом и трансплантацию стволовых клеток. Прошла 2 эмай-Биджи и стенциграфии в Москве. Последняя показала положительную динамику. Все метастазы ушли. И малышка вышла в ремиссию. Полинка в данный момент находится дома. Чувствует себя. Все это хорошо. Дальнейшее лечение, к сожалению, скорее всего, будет за границей. В Беларуси, как и во многих странах, лечение нейробластома заканчивается прохождением лучевой терапии. Однако медицина не стоит на месте и в некоторых клиниках мира. После нее при нейробластоме 4 стадии проводят иммунотерапию. Лечение антителами побуждает иммунную систему атаковать даже единичные опухоли. Левые клетки, оставшиеся в организме, после основного лечения и предотвращает рецидив. Не позволяет раковым клеткам обратно возродиться. То есть оно предотвращает повторное появление рака у ребенка. Если же не делать иммунотерапию, то есть если не проходить, то вероятность ее возвращения около 70%. Провести по линии иммунотерапию готовы врачи клиники Шнайдер в Израиле. Стоить лечение будет не менее 200 тысяч долларов. Справиться с болезнью дочери в одиночку Ольга и Сергей Мельченко не смогут. Они надеются, что земляки протянут руку помощи. Мы собираем сейчас на Израиль иммунотерапию. И стоит это, конечно, дорого. Порядком 250 тысяч долларов. Мы подали заявку в Германию, в Грайсвальд. Ждем ответ. Возьмутся они нас лечить или нет. Если выставят счет, значит, мы там дешевле. Мы, естественно, смотрим там, где дешевле, потому что огромная сумма. Это очень огромная сумма, которую даже не знают, как собрать. Вот каждого просим о помощи. Ну, кто как может, кто так и помогает. Во всяком случае, каждому мы благодарны и за молитвенную поддержку, и морально кто-то поддерживает. Родители Полины верят, все будет хорошо. Все должно быть хорошо, ведь они уже предложили столько сил. И болезнь сделала шаг назад. Ольга и Сергей надеются, что дальше пойдут вместе с небезразличными к их беде людьми. И что через какое-то время их Полина отметит в кругу семьи свое второе рождение. Оказать помощь семье Мельченко в сборе средств на лечение дочери за рубежом может каждый, перечислив средства на расчетные счета, открытые в Беларусьбанке на имя Сергея Мельченко для лечения дочери Полины, либо на благотворительный номер плюс 375 29 204 68 88. Сделать пожертвование также можно при помощи СМС-услуги. Лицкое телерадиообъединение тоже не осталось в стороне. 20 апреля в прямом эфире будет проведен благотворительный телемарафон «От сердца к сердцу» по сбору средств для Полины Мельченко. Приглашаем мастеров поучаствовать в выставке продажи изделий декоративно-прикладного искусства, цель которой оказание дополнительной поддержки Полине Мельченко. Она состоится 20 апреля во Дворце культуры города Лиды, где будет проводиться благотворительный телемарафон. Откроется выставка продажи в 18 часов. Заявки на участие принимаются по номеру в Лиде 55 07 42. Звонить можно и по номеру 8 029 88 00 428. Учащиеся и педагоги Лидской детской школы искусств снова порадовали достижениями. Со второго открытого регионального фестиваля конкурса «Шанс», который проходил в конце марта в агрогородке Паречи Гродненского района, аккордеонисты Валерия Матяс и Иван Вильчевский привезли дипломы лауреата в первой степени. Таких же наград были удостоены дуэт аккордеонистов «Два Яна» и квинтет баянистов и аккордеонистов. Кроме того, аккордеонист Глеб Максимович стал лауреатом второй степени, а баянистка Ксения Саботковская и аккордеонисты Матвей Круглый, Виктория Филиппович, Дмитрий Павлович и Владислав Савицкий – третий. Успешно выступили представители Лидской детской школы искусств и в Санкт-Петербурге на международном фестивале «Золотая Пальмира». Победителями в номинациях «Фортепиано-соло» и «Фортепианный ансамбль» были названы Мария Лапян, дуэт Анастасии Меднис и Ксении Субботиной и дуэт учителей Майи Ситниковой и Елены Антошкиной. Лауреатами второй степени стали дуэт Александры Назаровой и Анастасии Федорович и дуэт учителей Майи Ситниковой и Марины Лаврик. Такого же успеха добились в номинации «Эстрадный вокал» учащаяся эстрадного отделения «Вера Островская». Лауреатом третьей степени в своих номинациях были признаны фортепианистка Маргарита Лазука и вокалисты Михаил Банцевич, Мила Кондратович и Ангелина и Анастасия Жидис. Диплом лауреата третьей степени из Санкт-Петербурга привез образцовый ансамбль танца «Забавушка». Кроме того, на международном фестивале «Золотая Пальмира» литчане четырежды стали дипломантами первой степени, дважды второй и один раз третий. В этом году мы впервые посетили город Санкт-Петербург. Для этого были собраны дети с разных отделений. Очень приятное впечатление произвел конкурс на нас. Были участники из других стран. Мы слушали замечательный хор, который приехал из Риги. Много было участников из России. Ну и, конечно, дети общались друг с другом, получили какие-то новые эмоции и опыт общения, конечно, с другими конкурсантами. Православные католики вчера, за неделю до Пасхи, отпраздновали вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье. Сегодня у верующих началась Страстная неделя. Она включает последние шесть дней Великого Поста до наступления Пасхи. В этот период ежедневно вспоминаются самые сложные события из жизни Спасителя на земле. Каждый день, начиная особенно со среды, мы вспоминаем последние дни страдания Господа. И в среду мы, к сожалению, вспоминаем такой печальный эпизод, когда Иуда, один из апостолов, один из ближайших его учеников, предает Христа на распятие, точнее соглашается предать Его. В четверг мы вспоминаем два эпизода. Это установление Тайной Вечери, той Божественной Литургии Евхаристии, которую совершается в Церкви каждый день практически. Это служба Божественной Литургии, самое главное – Таинство. И под видом хлеба и вина мы причащаемся телой и кровью Христовой. Именно в Тайной Вечере, во время Тайной Вечери, была установлена эта святая служба. И это последняя беседа Христа с учениками. Он говорит, что один из вас меня предаст. Каждый говорит, не я ли Господи? Но Господь, как сердце видит, Он видит, что это будет Иуда. И также в четверг мы вспоминаем то, как Господь перед вечерей умыл ноги своим ученикам ближайшим, тем самым показывая путь глубочайшего смирения с четверга на пятницу. Это такая, можно сказать, ночь страданий, когда Господа ведут на распятие. Вот он к Пилату, точнее к Пилату его ведут, вот его осуждают. Ну а пятница – это тот день, когда вспоминаем, когда ведут Господа на Голгофу. В этот день выносится плащаница в православных храмах. Вот и считается день такой великой скорби, когда Господь распинается, идет на страдания за наши грехи, ради нашего спасения. Но в субботу мы вспоминаем, что Господь плотью находится на земле, душой Он с Богом. Без этих богослужений, наверное, полностью осознать и, ну и, скажем так, подготовиться к Пасхе, наверное, невозможно и осознать, что все-таки там происходило 2000 лет тому назад на Голгофе. Накануне Пасхи в пятницу 14 апреля в Лиде на площадке у детской школы искусств по улице Советской пройдет праздничная ярмарка. На ней можно будет приобрести кулинарные и кондительские изделия, полфабрикаты, продовольственные товары, пасхальные сувениры. Работать ярмарка будет с 11 до 19 часов. Организациям и ремесленникам, желающим принять участие в ней, необходимо обратиться в отдел торговли и услуг Лицкого райисполкома в кабинет номер 23. Дополнительная информация по телефонам 53 40 17 и 53 40 18. По традиции, накануне Пасхи Белорусский Республиканский Союз молодежи объявил о проведении молодежного фестиваля выставки «Пасхальный кулич». Лицкий райком БРСМ, как и каждый год, поддержал данную инициативу и совместно с отделом идеологии, культуры и по делам молодежи райисполкома организовал конкурс на лучший пасхальный кулич, лучшую пасхальную композицию, лучшее пасхальное яйцо, лучший рисунок или фотоматериал, посвященный Пасхе. Работу необходимо предоставить в Лицкий райком БРСМ до 13 апреля. Итоги будут подведены 14 апреля. Данный конкурс проводится с целью ознакомления нашей союзной молодежи с лучшими традициями христианства. Поэтому к участию в данном конкурсе мы приглашаем всех желающих. Конечно же, в первую очередь мы ждем ярких, творческих работ в любой технике исполнения. Самое главное, наверное, это ваша фантазия и желание принять участие. Конкурс проводится до 13 апреля. Итоги будут подведены 14 апреля. Лучшие работы ждет дальнейшее представление в области. Ну и, конечно же, на республиканском этапе данного конкурса. Сегодня природа порадовала белорусов теплом. Но синоптики на этой неделе в нашей стране прогнозируют неустойчивую прохладную погоду. Задождится уже завтра по Гродненской области. Осадки ожидаются практически всю неделю. Что касается температуры, то в дневные часы столбик термометра будет показывать 11-12 градусов. А сейчас о спорте. В первом туре чемпионата Беларуси в первой лиге футбольный клуб Лида уступил на выезде команде Смолевичи СТИ 1-3. Единственный результативный удар в нашей команде сделал нападающий Сергей Головчик. Игру второго тура Лида проведет дома. В субботу на стадионе «Старт» она сразится с Бобруйской белшиной. Матч начнется в 14 часов. В Лиде прошло открытое первенство Гродненской с Дюшор БФСО «Динамо» по тяжелой атлетике на призы Гродненской региональной таможни. Его участниками стали спортсмены в возрасте от 10 до 20 лет. На помост за два дня вышли более 150 тяжелоатлетов из Минска, Витебска, Гродно, Дятлова, Скиделя, Карелича, Ашмян, Лиды и Агрогородка Белеца. Наш город представляли учащиеся филиала Гродненского училища Олимпийского резерва, Гродненской межрайонной ДЮСШ профсоюзов «Юность» и Гродненской с Дюшор БФСО «Динамо», чьи отделения работают в Лиде. Это первенство проходит уже восьмой год. Так что все дети готовятся. Очень красивые медали сделали в этом году. Сделали красивые же победители кубок. Это все выделило нам Гродненской оригинальной таможне. На наших соревнованиях будет определяться сборная команды нашего Лидского района для участия в Олимпийских днях молодежи. На сегодня команда довольно сильная, поэтому идут такие споры, кто здесь поднимет больше, тот и станет кандидатом на поездку в Гродно. В открытом первенстве Гродненской с Дюшор БФСО «Динамо» по тяжелой атлетике на призы Гродненской оригинальной таможне принимали участие только юноши. Соревновались они в 20 весовых категориях. Самый весомый комплект наград – 31 призовое место – завоевали литчане. У наших земляков 11 золотых медалей, 8 серебряных и 12 бронзовых. На счету учащихся Лидского филиала Гродненского училища Олимпийского резерва три первых места. У тяжелоатлетов Гродненской с Дюшор БФСО «Динамо» и Гродненской межрайонной ДЮСШ профсоюзов «Юность» 6,2 соответственно. И у меня на сегодня все. Через несколько секунд смотрите на нашем канале прогноз погоды на завтра. После рубрики «Есть вопросы» блока рекламы в эфир выйдет программа «Полный дозор». Не пропустите, и вы узнаете о чрезвычайных происшествиях в нашем регионе и не только. До свидания. Партнер программы события Лидский хлебозавод Всегда ароматная и свежая продукция Выпеченная с любовью по традиционным и новым рецептам Лидский хлебозавод Лидский хлебозавод Редактор субтитров А.Семкин